С чего начать учить английский? У вас появилось желание выучить язык, и вы думаете, с чего бы начать? Пока вы в сомнениях и нет четкой цели, вполне возможно, что вы ограничитесь покупкой красивой тетрадочки, в которую время от времени сможете записывать новые слова и фразы. Из песен, фильмов, видео-обзоров с ютуба, в которых опытные блогеры делятся подборками самых часто употребляемых фраз. Самые продвинутые пойдут немного дальше, на бесплатные марафоны по английскому, сайты офлайн-школ в своем городе, а возможно, даже просмотрят сервисы, предлагающие услуги репетиторов. Что происходит дальше? Дайте-ка угадаю. Тетрадочка пылится где-то среди журналов, каталогов Арифлейм и детских рисунков, а бесплатный марафон становится скучным, так как вы постоянно не успеваете посетить все эти онлайн-супер-вебинары, которые проходят как раз во время вашего вечернего возвращения с работы. А пересматривать их в записи уже нет ни сил, ни желания. И покрывается ваша мечта тонким слоем пыли, ожидая следующего 1 января. Точнее нет, 31 декабря, или когда мы там пишем список на целый год. А язык так и не хочет выговаривать все эти present perfect, да и практиковать этот present perfect особенно-то и негде. Как начать? С чего начать? И самое главное, как же все-таки не слиться и не перегореть? Первое, что нужно сделать, это сесть и подумать. Звучит банально, понимаю, но только так и работает. О том, куда хотите прийти. Свободно говорить? Общаться в путешествиях? Вы пишите по пунктам, о чем говорить, с кем говорить, в каких ситуациях говорить. Далее пишем сроки, через сколько говорить. Берете каждый пункт и даете ему месяц или неделю на реализацию. По вашей навигационной карте вы должны четко понимать, сколько времени вы хотите потратить на каждый пункт. Например, пункт «Заказывать еду по телефону». Месяц. Что нужно освоить за 4 недели? Как минимум список блюд, которые вы заказываете. Как сказать свой адрес, спросить цену, время доставки, каким способом оплачивать, как вежливо просить скидку и так далее. 4 недели разбиваете по этим мини-пунктам. 7 дней на изучение продуктов, блюд и напитков. С помощью блогеров, списков слов, да чего угодно. Каждый день по 15-20 минут. Практикуемся, проговариваем, пародируем желаемое произношение. Блогеры вам в этом помогут. Следующие 7 дней осваиваем, как сказать адрес, продиктовать номер телефона, спросить цену и уточнить время доставки. Разбить мини-вопросы по дням. Сегодня учусь, как сказать свой адрес. Улицу, дом, квартиру. Завтра, как диктовать номер. А диктуют его по цифрам, если вы помните. И так далее. Надеюсь, принцип понятен. Мы провели опрос среди своих подписчиков в инстаграме на тему, зачем они учат английский. Большинство делают вид, что им нужен английский для путешествий. Давайте не будем себя обманывать. Никто не учит английский перед путешествиями. И так сойдет. Но по факту, незнание языка выходит себе дороже. Вы не можете поторговаться за аренду машины или жилья. Зачастую в кафешках официанты видят в иностранцах мешки с деньгами. А, они все равно ничего не поймут. А денег у них много. Мы, школа English Show, подумали, как мы можем помочь тем, кому нужен английский для путешествий, но они не хотят его учить. Мы создали 183-страничную брошюру «Английский для туризма». Это своего рода шпаргалка на абсолютно все темы, которые могут пригодиться вам в поездке. Вы можете использовать эту брошюру как для изучения языка, так и как шпаргалка, которая всегда под рукой. Да и почему я ее называю брошюрой? Это же прям целая книга, которая охватывает все случаи жизни. У нее очень красочное оформление, удобная навигация. Короче, все для вас. Это электронная книга, которая создана под ваш смартфон, чтобы было удобно пользоваться в дороге. Короче, переходите по ссылке в описании и скачивайте эту брошюру. Вернемся к нашему способу изучения английского языка. Используя такой осмысленный подход, вы будете изо дня в день видеть свой прогресс, тратя при этом всего лишь 15-20 минут в день, а то и меньше. И приобретать действительно полезные навыки в языке, а не вот эти вот 10 фраз о погоде, которые вас удивят. Слушайте, а напишите в комментариях, как по-вашему, что лучше, учить фразы заранее или просто иметь под рукой шпаргалку? Так сказать, что лучше, мозг или карандаш? Делитесь этим видео с друзьями, но не жадничайте, пусть и они узнают, как лучше всего учить язык. Ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на канал и проверьте, включены ли у вас колокольчики, чтобы не пропускать наши новые видео.